Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Сергей Самсонов. Я руководитель отдела тестирования онлайн-фотовыставки, виртуальной фотовыставки photowebexpo.ru Мы некоторое время назад открыли раздел тестирования, в котором мы смотрим интересные новинки последних сезонов И вот какая вещь мне пришла в голову. Ведь идти уже проторенным путем, наверное, неинтересно. Потому что на каждую модель фотоаппарата, хотя бы на Западе или даже у нас, всегда уже какие-то определенные решения есть. То есть кто-то фотоаппарат протестировал, показал, насколько он резкий, насколько красивый, насколько быстрый или еще что бы то ни было. Поэтому мы решили устроить что-то необычное, что-то свое. И с сегодняшнего дня, сегодня, просто для сведений я вам скажу, 12 февраля 2013 года, мы решили запустить тесты в новом формате. Теперь тесты мы будем делать интерактивными. Что значит интерактивный тест? Он будет начинаться с такого вот вступления, на котором я буду вам показывать коробку с фотоаппаратом. Если нам его дали в коробке, мы вместе с вами его из коробки вынем. Посмотрим, что с собой эта камера представляет. Поговорим. И после этого, в течение срока, отведенного на тестирование этого фотоаппарата, мы будем получать от вас вопросы, на которые в своих тестах будем отвечать. Тесты будут иметь формат небольших видеоклипов, в которых мы с вами будем общаться. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, насколько такой формат пойдет. Поэтому давайте посчитаем, что вот этот выпуск будет пилотным. А пилотным его нам не мешает сделать компания Nikon, которая сегодня нам дала интересную модель на тестирование. Точнее, дала она его не сегодня, а вчера. Сегодня мы этот тест вам показываем. Фотоаппарат нам дали вот в такой интересной упаковочке. Называется Я, Nikon. В данном случае Nikon это Я. Фотоаппарат такой интересный. В такой коробке его можно купить в любом магазине, но в России он появится некоторое время спустя, если еще не появился. Поэтому имеет смысл действительно задавать вопросы. Фотоаппарат, как вы видите, называется Nikon D5200 плюс объектив 18-55 VR. То есть это штатная штука. Здесь, кстати, на коробке написано, что в подарок вы получаете бесплатное обучение с зеркальной фотокамерой Nikon в компании Nikon School. В период с 1 января по 31 декабря 2012 года. Кстати, интересное предложение. Более того, эту коробку, насколько я знаю, до меня никто не вскрывал. И, кстати, фотоаппарат нам дали не просто так, а еще с дополнительным объективом, который я выпросил. Новый объектив компании это Nikon 28 1.8G. С нано-кристаллическим покрытием. Здесь нет линзы из низкодисперсионного стекла, но резкость обеспечивается именно нано-кристаллами. Однако о нем чуть попозже. А сейчас мы поговорим именно о D5200. Прежде всего давайте достанем его из коробки. Коробка, кстати, вытянутая такая нестандартная для компании Nikon. Что у нас в ней присутствует? Ну, это прежде всего гарантийный талон, европейский сервис на гарантии Nikon и так далее. Он не заполнен, естественно, потому что это не купе. Это, естественно, инструкция и диск с софтом на диске. Если хотите, давайте посмотрим. Здесь у нас находится Nikon Vue NX. Софт для просмотра файлов. А также, видимо, реальные версии другого программного обеспечения Nikon. Например, Nikon Capture NX. Но этой версии вам хватит на месяц использования, после чего она закончится. Здесь содержится руководство по эксплуатации, которое, по сравнению с моим D7000, оно потоньше. Вполне возможно, что в электронной форме оно содержится где-то, а вот как раз в электронной форме Reference Manual. То есть более подробное руководство пользователя находится на дополнительном диске, который идет вместе с камерой. Какая-то предупреждалка для российского рынка. Далее у нас коробка выглядит вот таким образом. Здесь три элемента. Соответственно, объектив, дополнительные всякие приблуды и сам фотоаппарат. Фотоаппарат и начнем. Фотоаппарат находится вот в такой защитной упаковке. Фотоаппарат нам был предложен, мы на это согласились. Здесь он не черный, он такого бронзового цвета, интересного. Он гладкий, необычный. То есть обычно фотоаппараты Nikon берешь в руки, а они шершавые. Эта серия отличается от классического дизайна. Понятно, что крышка на байонет, которая закрывает у нас матрицу. Здесь больше ничего. Возьмем объектив. Для того, чтобы объектив нужно коробочку вытащить. В первую очередь, естественно, снимаем заднюю крышку временно белую. То есть она отличается от обычных черных крышек Nikon. Снимаем крышки. Кстати, вот зеркало. Выдружаем объектив на место. Что интересно, объектив другого цвета и он сделан под классическую камеру Nikon D5200. Вот, собственно, фотоаппарат, который будет с нами на протяжении почти двух недель. У нас есть время до 25 февраля. И в это время вы можете задавать нам любые вопросы. Теперь коробка с аксессуарами. Вложим камеру в сторону. Здесь у нас есть ремешок. Ремешок рекомендуется для ношения с камерой. Ремешок, кстати, в цвет камеры. Тоже коричневый. В коробке присутствует зарядник. Зарядник, по всей видимости, еще под новую зарядку. Кстати, вот под американскую розетку по умолчанию. И здесь есть переходник под нашу европейскую. Берем, подключаем. Получается зарядник. Зарядник раньше шел с проводом удлинительным. Теперь он не такой. Батарейка. Батарейка с защищенными контактами, как видите. И ее можно вставить. Зарядник. Здесь есть USB-шный шнур. Что интересно, штекер у него... Штекер необычный. То есть, вот я смотрю сюда. Здесь есть HDMI. Есть AV-out, который такой узенький. Есть GPS-овские данные. Шнурок для управления, похожий на Nikon D7000. И разъем для микрофона. Обрезиненный. Это все очень хорошо. Но плохо то, что компания немножко выпендрилась. И сделала USB-шлейф уникальным. То есть, если вы его потеряете, вам придется побегать. Либо использовать, собственно, слот карт памяти. Вот здесь один. Втыкается карта формата SD. И через картридер вы сможете скачать файлы на компьютер. То есть, как бы сегодня картридер есть практически даже в любом компьютере. У меня он, например, есть в мониторе. Это удобно. Здесь есть наглазник. То есть, наглазник какого типа. Когда вы снимаете в темноте, вы просто снимаете резиновый наглазник. Начиная съемка, она, в общем-то, такая. Визируетесь по экрану. И надеваете вот такой черный наглазничек, который я от своего фотоаппарата уже потерял давным-давно. А вот у этого он есть. Он надевается на видоискатель для того, чтобы внутрь камеры не попадал свет через видоискатель. Кто-то считает это недостатком Nikon. А я считаю, что это достоинство. Потому что компания так вот заботится о своих пользователях. Самое главное, не потеряйте. Наглазник нам не нужен. Ночной съемкой, если мы будем заниматься, мы будем заниматься в немного других условиях. Выдружаем наглазник на место. Ну и дальше последний провод. Вот здесь переходник с USB-шного штекера или он же AV-выход на компонентный. Нет, это не компонентный. Это один видеосигнал и плюс стереовыход. Дело в том, что у камеры есть стерео-микрофон, который записывает, соответственно, стереозвук. Обратно. Развращаем его, потому что нам это тоже не нужно. Мы не видеооператоры. Я предлагаю сейчас посмотреть более пристально на камеру, если вы не возражаете. И потом уже поговорить о том, что будем делать дальше. Итак, мы видим перед собой фотоаппарат Nikon D5-200 со штатным объективом 18-55. Он абсолютно новый, его до нас еще никто не использовал. Фотоаппарат, видите, необычного цвета. Что у нас здесь есть? Во-первых, штатное включение стабилизации изображения мы используем. То есть, wear on. Автофокус в режим A, естественно. А или M, понятно, да? Далее, здесь есть функциональная клавиша, которая настраивается. Это вы знаете. Вот шильдик D5-200. Такое ощущение, что его готовят под смену. То есть, следующий корпус можно будет просто циферки поменять и все. Электронное управление вспышкой, потому что в выключенном состоянии вспышка не открывается. У нас далее есть такие кнопки, как управление приводом. То есть, серийная съемка, таймер и пульт и так далее. Здесь есть управление экспокоррекцией. Кнопка инфа для информации, которая выводится на дисплей. Кнопка начала записи видео. Удобно расположена, кстати, прямо под пальцем. И, ну, естественно, кнопка спуска, кнопка включения-выключения. На задней панели у нас есть такая вот удобная резиновая накладка, которая дублируется. Накладка резиновой вот здесь. Здесь же датчик находится, кстати. А, да, забыли про кнопку открытия байонета, но я думаю, это вы знаете. Какая-то непонятная резиновая накладка снизу. Я не знаю, для чего она не открывается. Порты, про которые я вам уже рассказывал. Видите, штекеры нестандартные. Вот он, штекер mini-USB, как бы micro-USB, но это не micro-USB, это патентованный какой-то Nikon-овский разъем. HDMI, GPS, как в Nikon D7000, там Nikon D90 и микрофон внешний, если вам он нужен. Крышка так вот довольно-таки плотно подходит. Сама задняя панель. Здесь кнопка удаления с индикатором доступа к карте. Восьмипозиционный джойстик. Не крутится это, это вам не Canon. Кнопка воспроизведения изображения. Увеличение кнопки и уменьшение. Очень интересно. То есть они отсюда, кнопочки перенесли сюда. Собственно, экран. Ради чего многие покупают этот фотоаппарат. Поворотный экран, который откидывается в сторону, в отличие от того, что было сделано в первой версии. Просто для того, чтобы было удобно снимать бабочек. Вы его вот так вот делаете и снимаете. Либо вот так. Удобно. Удобно. Соглашусь. Автофокус будем еще тестировать. Вот рычажок диоптрийной коррекции. Какие-то темные виды искателей, я не знаю почему. Наверное, просто потому, что батареек сейчас нету в фотоаппарате. И, собственно, смотреть туда незачем. Видоискатель такой пентопризменный, действительно темный. Интересно сделано колесо управления. Оно без фиксатора. То есть его... Ну, в принципе, при особом таланте, наверное, можно свернуть. Так вот. Оно мягкое, но я не думаю, что его можно легко свернуть. Колесо управления одно. Соответственно, тем, кто привык ко второму колесику, придется немножко помучиться. То есть мне. Всем остальным, я думаю, никто даже и не заметит. Обычные режимы. Отдельно выведенный на диск режим эффектов. Что интересно, кстати. Но для любительских камер это, пожалуй, норма. То есть вы можете отснять, а потом проявить фотографии прямо в фотоаппарате. Это действительно интересно. Хват у камеры хороший. У меня довольно-таки крупные руки. Тем не менее, мизинец у меня не соскальзывает, как видите. Нормально сидит в руках. И, кстати, вот они объективы, с которыми мы будем его тестировать. Также у меня есть еще объектив 17-55. Я просто не могу его вам сейчас показать, потому что он находится вот на этом фотоаппарате, который снимает сейчас видео. Вот, в общем-то, все. Давайте перейдем к заключительству. Итак, мы вставляем батарейку. Батарейка, кстати, здесь маленькая. По сравнению, к примеру, с Nikon D7000, она меньше емкостью имеет. 1 Ампер час написано. То есть это 1000 мАч. 1,03. У Nikon D7000 – 1900. Ну, как вы и видно, батарейка более легкая и поменьше. И она используется в некоторых компактах. Ну, довольно-таки некомпактных компактах на сегодняшний день. Однако, это все, видимо, связано с тем, что фотоаппарат меньше потребляет. Давайте посмотрим. При первом включении камера предлагает нам, ну да, вот, перед нами его никто и не использовал, очевидно, установить язык русский. Выбираем часовой пояс. Пояс. Сегодня у нас 2013 год, февраль. На часах 0 часов 22 минуты. Готово. Ух ты! Однако, красивый, красивый такой интерес. Есть, вот, как вы видите, виртуальный горизонт. Так, что это? Ага, вспышечку поднял. Ну, понятно, выдержка, диафрагма, чувствительность. Графически переработали явно. Вот, инфа для навигации по всем вот этим вещам. Оп, у нас, а, у нас эффекты, да? Пожалуйста, мы крутим диск. Очень здорово это все показано. Даже не нужно смотреть сверху никуда. Выбрали режим, выбрали диафрагму. Диафрагма прикрывается, кстати, прямо визуально все это заметно. И, в общем-то, это довольно-таки необычно. Ну, понятно, по крайней мере, зато пользователю, кстати, и ручной режим. Как у нас устанавливается, интересно здесь. Так, вот у нас есть еще подсказки, да, что делать. Соответственно, пробежаться по основным режимам, которые отсюда. Ну, в принципе, все выводится прямо с экрана. И, конечно, это удобно, в режиме мы у нас вот этим колесом начинает убираться выдержка. Давайте посмотрим, как работает у нас режим LifeView. Повернули, положили. Гуляет. Интересно. Ну, естественно, он не спустится на этом объекте. Посмотрим, потестируем. Вот, в общем-то, на самом деле и все. Можно фотоаппарат выключить. Батарейку зарядили. Все. И идти, собственно, снимать. Итак, мы посмотрели более плотно на этот замечательный фотоаппарат, который в течение ближайших 10 дней будет со мной. Я его обещаю тестировать еще дополнительно с двумя объективами. Это FIX 28-1.8. Санокристаллы, про которые я вам уже говорил в начале, широкоугольник умеренный. Он будет на этом фотоаппарате соответствовать 35-миллиметровому объективу. И, собственно, 35-миллиметровый объектив 35 на 2D. Если он отверточный, тогда он работать, соответственно, не будет. Но, по-моему, он не отверточный. Потому что отверток, по крайней мере, я на нем... Нет, он отверточный. Таким образом, это отверточный объектив. То есть он будет, конечно, честным полтинником, но фокусироваться он не будет. Придется крутить колечко самому. Посмотрим, насколько это удобно, кстати. Тем не менее, он довольно-таки компактный и удобен для ношения. Вот, собственно, наш набор. Задавайте ваши вопросы, которые у вас будут возникать в связи с этим фотоаппаратом. Как работает видео, как работает фото. Мы обязательно ответим и покажем вам именно то, что вас интересует. Все. Ждем ваших комментариев на странице теста. Также в наших социальных сетях. На фейсбук, facebook.com.photowebexpo И в контакте, vk.com.photowebexpo Это был Сергей Самсонов, начальник отдела тестирования. Аппарат предоставлен компанией Nikon. До скорых встреч, я думаю, завтра. И послезавтра мы снова увидимся. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...